Добрый вечер. На телеканале Видное ТВ, как обычно, по вторникам прямой эфир, когда мы приглашаем в студию гостей, чтобы побеседовать на актуальные темы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Полежаев, начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа. Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер, уважаемые жители Ленинского городского округа. Да, вы у нас уже в студии второй раз, но в новом качестве. Вы приходили два года назад как руководитель дорсервиса, сейчас вы возглавляете управление уже около полугода, получается, да? Да, с апреля этого года. Ну, направление вам не чуждо, все-таки тоже с дорогами связано, поэтому как вам вообще работается в новом качестве? С одной стороны, возглавляя МБУ Дорсервис, ты являешься практиком и реализатором тех задач, которые ставят перед администрацией жители и, скажем так, вышестоящие, контролирующие органы и власти. А будучи сотрудником администрации, ты больше сталкиваешься именно с вопросами планирования и такого определения и оформления некого будущего, которое нас ждет впереди. Ну, тогда перейдем, собственно, к главной части нашей беседы. Это дороги. Дороги, несомненно, даже не дороги, а пробки на дорогах. Это большая головная боль жителей нашего округа. Какие дороги были отремонтированы в этом году? Уже год подходит к концу, можно подводить какие-то итоги? Да, действительно, сезон практически завершен, ремонтных работ. Вот. И этот год, несмотря на то, что он такой был, мягко говоря, непростой для экономики в целом страны и региона, и для жителей наших, и для, в том числе, и для нагрузки на бюджет муниципальный и региональный, и федеральный, были экстренно в весенний период переформатированы те плановые расходы, которые планировались. Но мы практически не уронили, не снизили ни объем ремонтируемых дорог по сравнению с 2019 годом, ни темпы этого ремонта, а где-то даже закончили раньше работы, чем в 2019 году. Значит, в этом году у нас было отремонтировано и уже завершены работы, можно об этом говорить спокойно. Это 21 дорога муниципальная, 14 из них, из этих 21 дороги, были выполнены ремонт за счет софинансирования с Московской областью, там, где 95% стоимости оплатило правительство Московской области. Остальные дороги были сделаны за счет муниципального бюджета. Дороги эти завершены, ремонтные работы на них, и жители уже с удовольствием ими пользуются. А в каких населенных пунктах? Значит, основной такой удар ремонтных работ на себя приняло два населенных пункта. Это город Видное, и центральная его часть, и Расторговская. И Горки-Ленинский, поскольку там связано с межбюджетными трансферами, и Горки-Ленинский являлась еще на момент составления бюджета, являлась городским поселением. Как и город Видное, остальные поселения имели статус сельских, и полномочия были перераспределены в сторону района. А Видное, и Горки-Ленинский могли получить субсидии с Московской области. Просто из-за того, что они являлись городскими поселениями, полномочия были у них внутри. Поэтому вот эти два бывших поселения, ныне такие субъекты городского округа, получили областное софинансирование. Но не только. Мы работали и в Булатниково, работали в Развилке. Так что практически на всей территории мы те дороги, которые запланировали, мы отремонтировали. Это, наверное, касается в том числе и деревень, да? — Безусловно, конечно. Ведь, как правило, до сельских дорог, дорог третьей-четвертой категории, руки доходят в последнюю очередь. А сегодня есть у нас такие участки, которые формально дорога считается третьей или даже четвертой категорией, то есть низкой. И проходит она по сельской местности, по сути. Еще 10 лет назад там были кукурузные поля, а сегодня там многоэтажки и высотная застройка. Но дорога формально все равно четвертой категории. Поэтому мы, конечно, стараемся на такие дороги обращать более пристальное внимание. Потому что, как ни крути, центр города поддерживается и ремонтируется зачастую чаще, чем какие-то периферийные дороги. — Другой стороны, это неудивительно, ведь именно в городе сосредоточены основные транспортные потоки. — Безусловно. — Сейчас мы отдельно остановимся на самых ярких, самых значимых проектах, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Начнем мы с долгожданного выезда на М4 из Купеленки. Об этом уже достаточно много сказано. Вот как ситуация на данный момент обстоит. — Да, такой долгожданный для всех проект. Напомню, что он реализуется не за счет бюджетных средств. В нем нет ни копейки бюджетных денег. Он реализуется за счет частных инвесторов. Это два застройщика, которые строят новые микрорайоны. Они за свой счет строят эту дорогу, которую потом передадут в муниципалитет. На сегодняшний день створ дороги пробит. Основание сделано. На большей части дорожного полотна нанесено уже финишное покрытие и даже разметка. Остался небольшой участок, порядка 150 метров, на примыкании к улице Донбаска. То есть уже, если смотреть из Купелленки, из 6-го микрорайона, то дошли практически до М4Дон, до этого путепровода, который соединяет с улицей Донбаска. Мы рассчитываем, и застройщик нам обещает до конца этого месяца дорогу сдать и пустить по ней движение. Но это будет первый этап, который выведет эту дорогу на путепровод, и по путепроводу можно будет выехать на Донбасскую улицу и на ПЛК. И на М4Дон, но только в сторону области. Получается, такой альтернативный выезд, но не на М4. Пока не на М4. По М4 проект примыкания согласован. Это самое важное было, поскольку трасса М4Дон находится в ведении федерального учреждения Росавтодор. И было важно получить их согласование для устройства примыкания. Согласование получено. Сейчас в зимний период работ мы вести, ну точнее застройщик вести не может по устройству этого примыкания. И с наступлением весны останется там около 300 метров построить примыкание и разгонную полосу для М4. Вот планы пока такие. По тем темпам, которые застройщик набрал. Если темпы сохранятся, то мы рассчитываем в первом квартале уже запустить движение на этом участке. Но если в этом году зима будет не снежная, как в том году, получится ли? Отрицательные температуры. Да, дело не в снежном покрове. Ну, с другой стороны, в том году и температура была в основном плюсовая. Далее, значит, выезд на М4 понятно. Что касается дороги из Купеленки в Калиновку. Вот эта дорога через Сатроново. Это тоже такая была боль для тех, кто ей пользовался, этой дорогой. Потому что она была узкая. И более того, она была разбита в ПХ-прах. Потому что по узкой дороге ездило довольно много транспорта. В том числе многотоннажного, грузового. Которые, уступая друг другу место, выезжали колесами правыми на обочину. Подламывали этот асфальт, разбивали обочину. И последний, особенно последний, наверное, год, может быть, чуть больше, по ней вообще невозможно было проехать без того, чтобы создать или самому попасть в аварийную ситуацию. Значит, в этом году эта дорога... Проект разработан, ремонт был достаточно давно. В конце 2018 года, мы уже имели его на руках, прошли согласование в 2019 году. К сожалению, в 2019 году не смогли приступить. В 2020 году Мосавтодор, это областное предприятие, своими силами и силами подрядчика приступили к ремонту. На сегодняшний день ремонт завершен. Она еще не сдана заказчику, то есть еще деньги за нее не оплачены. Ведутся устранения небольших недочетов, но жители уже, я вот сам тоже, активно пользуются этой дорогой и получают от этого удовольствие. Насколько я знаю, там дело касается не только самой дороги, я имею в виду проезжей части, но также и стороннего благоустройства для пешеходов. Так точно. Там появился тротуар, которого раньше не было. И жители, особенно в ближней части к городу Видное, ходили пешком по обочине. Там достаточно интенсивное движение. Там две деревни и два уже фактически новых микрорайона. Тем более сейчас первый квантал с жилой комплексом. Да. Которые жители ходят, и жители, и рабочие. И это, конечно, создает, помимо того, что создает дискомфорт, это создает опасность еще для жителей, для пользователей. Создавало, потому что сегодня уже есть тротуар, по которому можно ходить и делать это безопасно. Вот. Так что здесь мы выдохнули. И это тоже ведь, кстати, альтернатива для жителей шестого микрорайона, купельники вот этих прилегающих микрорайонов, потому что можно выехать на Старо-Каширское шоссе и таким образом сократить себе путь, не пробираясь через город Видное, а через центральную часть. А освещение на этой дороге будет? Освещение будет. Значит, оно предусмотрено и проектом, ну и тем контрактом, по которому работает под речью. И когда ждать ее сдачи уже финальной? Здесь нужно уточнить, у Мосавтодора все-таки они заказчик. По договору, который заключен между подрядчиком и заказчиком, это 1 декабря. Сегодня 17-е, и по всем ощущениям, должно уложиться в сроки. Ну, то есть уже вот-вот, фактически. К Новому году большой подарок будет жителям новых районов. А сейчас мы переходим, наверное, к главной болевой точке города Видное. Это круг у пожарки, пересечение проспекта Ленинского комсомола. Улицы Советской и Березовы. Где-то около месяца назад мы снимали сюжет, который мы сейчас посмотрим. Когда работы еще только-только должны были начаться. Сейчас они уже активно ведутся. Мы сейчас посмотрим сюжет, а потом обсудим в динамике, как все проходит. Договорились. На ежедневных заседаниях рабочей группы по реконструкции и развязке принимают участие депутаты, представители администрации муниципалитета и подрядной организации. Сейчас здесь обсуждают последние детали предстоящего ремонта. Точную дату начала работ представитель подрядчика пока сказать затрудняется. Там от газовиков очень много зависит, потому что там перенос газа. Это как бы, это мосфобл газ, как перенесет, мы и так начнем. Ну, они обещают к концу месяца. Если они до конца месяца перенесут, то мы начнем. Детали же предстоящей реконструкции уже известны. Стоит отметить, что затронет она и поворот с проспекта Ленинского комсомола на Жуковский проезд. Главная же цель будущих работ – максимально сократить количество транспорта, которое будет выезжать на кольцо. С улицы Березовы можно будет спокойно отдельно выезжать на проспект Ленинского комсомола направо. И плюс две полосы появятся. Можно выезжать на проспект Ленинского комсомола налево и уходить на улицу Советская. То есть это будут еще две дополнительные полосы. С улицы Советская также будет обустроено и уширено дорожное полотно, где можно будет спокойно в две полосы уходить прямо по проспекту Ленинского комсомола. И дополнительно будет еще одна обустроена полоса, где на светофорном объекте налево можно будет уйти на Жуковский проезд. По расчетам специалистов, все эти меры позволят значительно увеличить пропускную способность данной развязки. Но прежде чем это произойдет, автолюбителям в скором времени придется испытать некоторые неудобства. Придется проводить строительные работы и, конечно, здесь будет немножко трудно, трудно будет проехать. Но хочу обратиться ко всем жителям. Давайте немножко наберемся терпения. По крайней мере, подрядчики, которые выходят сюда уже совсем скоро, обещают до Нового года, они здесь все сделают. Ремонт данной кольцевой развязки входит в план комплексной реконструкции части проблемных участков Ленинского городского округа, куда помимо этого кольца вошли дорога Ермолина-Калиновка-Сапронова и кольцевая развязка улиц Советская и Школьная. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ну что, действительно, сейчас работы уже идут в активной фазе, и все, кто за рулем, уже смогли почувствовать на себе это. Город, к сожалению, встал еще больше, но это действительно временная такая история, которую перетерпеть, и дальше все должно поехать. Правильно я понимаю? Да, все верно. Я бы хотел немножко про болевые точки, про то, что это самые болевые точки. Тут ведь зависит очень сильно от того, из какого микрорайона мы смотрим. И таких болевых точек, на самом деле, много, к сожалению. Это понятные причины этого явления. Это прошлые периоды, когда строили, не оглядываясь на транспортную инфраструктуру дорожную. Вот сегодня мы стараемся, насколько можем, вот эти узлы, завязанные, развязывать. Вот эти два перекрестка, о которых вы говорите, они затрагивают действительно значительную часть жителей города Видное. Потому что они, по сути, перекресток Березовая, ПЛК, Советская, это вообще такой ключевой для жителей 6-го микрорайона сегодня. Фактически связаны две части города. Так точно. И перекресток Советская Школьная, он тоже загружен жителями центральной. Вот центральной части такой старой застройки города Видное. Мы рассчитываем с помощью реконструкции этих двух перекрестков значительно улучшить способность этих транспортных узлов пропускную. И я очень надеюсь, ну, собственно, сроки в контрактах те же, что и Сопронова, Вермольна и Калиновка, 1 декабря. Уже понятно, что до 1 декабря они вряд ли успеют, во всяком случае, завершить все окончательно. Но есть какие-то причины. Да, но темп набрали хороший и до Нового года, ну уж точно, должны. По поводу причин, вот сотрудник, видимо, работник подрядной организации, да, действительно, он так этот простым языком, но если чуть более таким бюрократическим, да, действительно, под обеими этими развязками проходит достаточно много коммуникаций жизненно важных, в том числе и газоснабжения, и электроснабжения, и теплоснабжения, и водоснабжения, и, значит, кабеля связи, вот, которые, конечно, все требуют, все курируются разными организациями, да, с которыми нужно, не нарушив поставку, там, газа, воды и других необходимых ресурсов жителям, да, вот, произвести эти работы. Это всегда накладывает, таким, сложность, да, на, казалось бы, довольно простая история, снять, положить асфальтом и так далее, а на деле оказывается сложнее. Я сейчас не оправдываю ни в коем случае подрядчика, там, и заказчика, заказчика здесь, также Мосавтодор, областное предприятие. Мы такую контролирующую и координирующую функцию выполняем. А что на данный момент уже сделано? Значит, на данный момент давайте пойдем от Советская Школьная. На участке Школьной улицы от Круга до МФЦ устроена вторая полоса. Сегодня там укладывается финишное покрытие уже на трех полосах. Четвертое пока остается не укрыто финишным слоем, потому что там нужно переносить опоры освещения, которые стояли раньше на участке газона, а сегодня там поедет дополнительная полоса транспорта. Остальной участок дороги, если брать ширину, створ дороги сделан. Сделан уже сам перекресток, там уменьшен вот этот круг с красивой клумбой и с памятником, который там находился, он уменьшен в размерах, что добавило нам дополнительную полосу со Школьной на Советскую, дополнительную полосу с Советской на Школьную налево, то есть там появится дополнительная полоса, и там уже тоже укладывается финишный слой. Что касается светофора, его работа будет как-то пересмотрена? Его работа будет пересмотрена в соответствии с проектом, да, по проекту там предусмотрена модернизация этого светофорного узла, но суть останется та же, будет стрелка налево, если едешь по узкой школьной на Советскую, и уйдет стрелка направо, которая ведет с широкой части школьной на Советскую улицу. Многие недоверчивые жители пишут в интернете, что так или иначе, если даже там все расширить, пускай улица поедет, но все равно упрется потом в круговое движение около внеекопа. В этом есть, ну, в любом, любое сомнение, в принципе, дает нам некий прогресс, да, потому что как только человек что-то ставит под сомнение, это заставляет думать и анализировать, и планировать что-то. Мы понимаем, что, конечно, как бы мы не расширили здесь дороги у себя в городе и в районе, мы упремся в Москву, да, если так считать, то, ну, можно там ничего не делать, все равно где-то мы встанем. Думаю, что правые те, кто говорит, что встанем перед этим кругом, но также правые те, кто ремонтирует и расширяет эту дорогу постепенно. В любом случае мы упремся уже не одной полосой в этот круг, а двумя полосами, да, что даст возможность из правого ряда поворачивать направо в зеленой аллее, например, а левый ряд будет спокойно проезжать дальше. – Опять же, лучше что-то делать, чем не делать, для чего, и опять же, когда эти дороги только проектировались и закладывались, много лет назад никто не рассчитывал, что вот все так получится. – Безусловно. – Поэтому работаем с тем, что есть. Что касается зеленых аллей, там тоже альтернативный выезд должен быть на М4, как с ним ситуация? – Зеленые аллеи тоже такой сегодня микрорайон, у которого одна-единственная такая дорога жизни, вот через этот круг Увнеекопа, через Старо-Нагорную улицу и на М4. Для того, чтобы… Да, и они продолжают строиться, то есть у них продолжают вводиться дома, а выезд шире не становится. – Значит, в прошлом году начались работы, в этом они достаточно активно продолжились. – Строит там, опять же, частный инвестор, застройщик, там два застройщика, «Дивная сети» и, собственно, застройщик «Зеленых аллей». – Они объединили усилия и строят эту дорогу. – Сегодня створ тоже пробит. – Получено согласование у того же «Росавтодора» на примыкание. – Примыкаться они будут не к самой М4, а вот к этой петле, которая у нас спускается со стакады по Старо-Нагорной улице, в этом месте будет примыкание. – Не так давно мы с Алексеем Петровичем Спасским, с главой, были на месте проведения работы, общались с подрядчиком. – Подрядчик ставит срок, первый квартал 2021 года. То есть перезимуем и весной эта дорога должна быть сдана. Это тоже, я думаю, они бы сдали раньше, если сейчас в отрицательной температуре работы продолжать. Но это, к сожалению, не позволяет технологии, которые они используют. Поэтому рассчитываем на первый квартал. Это здорово облегчит, для этого локального микрорайона жизнь здорово. Ну, я думаю, часть, даже часть жителей города видно, как альтернативу будут использовать. – Ну, так я понимаю, что осталось около полугода подождать, и сразу будет несколько и альтернативных выездов, и в центре города. – Я понимаю, что это звучит как некая мантра постоянная. Мы же переносим, точнее говорим о том, что это должно было быть сдано в 2019 году, потом в 2020, теперь уже 2021. Но здесь частный застройщик, нужно к этому с пониманием относиться, потому что частный капитал в этом году испытал, наверное, если не более, то сопоставимое давление с муниципальным бюджетом. – Да. И завершая тему вот этих всех реконструкций, этих кругов, с чем связан тот факт, что начали делать все одновременно? И школьную, и пожарную. – Значит, вот эти два круга и дорога Сопронова-Ермолина-Калиновка, она, эти три объекта, на самом деле, если посмотреть в учете, их четыре, потому что та дорога, она бьется еще на два участка, они входят в один контракт Мосавтодора. То есть, они все три разыграли одним лотом, предлили подрядчика, и один и тот же подрядчик зашел. Вот, собственно, обусловлено только этим. Ну, и плюс логика и такой, что до зимнего периода была задача, ставилась там министерством перед подрядчиками, закончить до наступления зимнего периода. Мы так скрестив пальцы вместе со всеми дождем, что снег выпадет после того, как они сдадут. Ну, конечно, это шутка, но вот, собственно, такие причины. Да, это один лот, один подрядчик, они в город пришли и начали вот одновременно везде работать. Ну, тему дорог мы обсудили достаточно обширно. Сейчас у нас уже не так много времени остается. Перейдем к благоустройству. Какие итоги можно подвести по этому пункту? Здесь, наверное, не все так радужно, как с дорогами, потому что благоустройство – это, безусловно, очень важная составляющая такого городского пространства жизненного, но не критично важно, как в случае с дорогами. Поэтому здесь кое в чем мы себя урезали по сравнению с 2019 годом, но не сильно. Если брать с 2019 годом, в 2019 году мы комплексно благоустроили 15 дворовых территорий, в этом году всего лишь 12. Если сравнивать с 2019 годом, в этом вся разница. И, кроме того, у нас был план в 2020 году благоустроить парк Сосинки, так называемый сквер Сосинки, он парком не является, сквер Сосинки на Жуковском проезде. К сожалению, мы в этом году выполняем только небольшую часть работ по замене устаревшей уже моральной и физической детской площадки. Остальные работы вынуждены были перенести на следующий год. В остальном, в общем, темпы мы не снижали. 12 дворов – это достаточно много. Это 14 детских площадок, 13 спортивных, современных площадок появилось. Всего около, ну, почти 400 машиномест мы добавили на территории города. Это достаточно ощутимо. Поэтому итоги, в принципе, наверное, можно такую, ну, без ложной скромности четверку поставить в муниципалитет. – А какие планы на следующий год? – На следующий год планы, значит, пока сегодня еще бюджет не утвержден, но в проекте бюджета мы предполагаем благоустроить комплексно 25 дворов. То есть, так вот, ну, берем на себя повышенные обязательства. В том числе туда войдут те три двора, которые мы должны были в этом году благоустроить и не смогли из-за известной ситуации. Плюс мы рассчитываем доделать благоустройство в парке Сосенки. Плюс, немножко не моя тема, но нельзя этого не сказать, у нас есть планы по благоустройству парковой зоны. – У нас сейчас идет активное обсуждение. – Обсуждение в соцсетях, кто интересуется, все это видят. – То есть, планы достаточно такие, ну, оптимистичные. По дорогам мы планируем отремонтировать 12 дорог, отставить 19 дорог в следующем году и 6 тротуаров на такие важные, на ПЛК, например, по нечетной стороне, что мы сделали в этом году, в нечетную сторону, потом Советскую улицу, тротуар. Очень важный тротуар, который сегодня соединяет старую часть города с промзоной вдоль Белокаменного шоссе, он есть, и многие пользуются, он сегодня в таком удручаемом состоянии, ну и так далее. В общем, такие планы мы в бюджет закладываем. Теперь зависит от обстановки, скажем так, экономической, ну и от того, как проголосуют уважаемые депутаты, Советы депутатов. Еще отдельно стоит отметить, в этом году в рамках благоустройства около месяца назад, наверное, все уже заметили в городе, стала обустраиваться доступная среда для инвалидов. Да. В рамках тех работ по комплексному благоустройству дворовых территорий мы и так предусматриваемся. Это уже такая современная реальность, в которой предусматриваются все необходимые меры для того, чтобы это было комфортно. Ведь такая штука я вот просто на себе испытал, когда ребенок у тебя рождается, и ты вынужден ходить с коляской, ты понимаешь, что все на самом деле кривое, да, вот, ну, надо на какой-то бордюр запрыгнуть по ступенькам. И ты понимаешь только, когда ты ходишь с коляской. Люди, которые не могут передвигаться самостоятельно, вынуждены пользоваться для собственного передвижения коляской, это ощущают еще лучше. Поэтому давно стало нормой, значит, вот при новых работах по реконструкции предусматривать эти вещи. Но осталось много мест, которые были построены там когда-то, давно еще, в советский период, там, и в так называемые 90-е, когда, ну, просто не учитывали эту особенность. И мы проводим такую точечную работу по, скажем так, по занижению бордюрного камня, вот по созданию таких условий, чтобы не приходилось заскакивать на эти ступеньки или с этих ступенек соскакивать. Плюс тактильная плитка на местах пешеходных переходов и так далее. Эту работу ведет МБУДР-сервис и является заказчиком нашего предприятия муниципального, которое вот в этом году, если не ошибаюсь, более 100-119, по-моему, точек таких вот реконструировало, которые позволяют пользоваться ими, ну, механическими колесными средствами, да, вот пользоваться переходами пешеходными и так далее. Вот, в следующем году будем эту работу продолжать, закладываем в проект бюджета средства и на это тоже. Большое спасибо за беседу. Еще много тем, которые можно было бы обсудить, но, к сожалению, наш эфир подходит к концу, и у вас в заключении эфира есть возможность обратиться к нашим телезрителям. Уважаемые жители Ленинского городского округа, я вот от лица дорожников приношу извинения за те трудности, которые мы вам создаем ремонтными работами, но мы стараемся для того, чтобы, завершив этот ремонт, вы нас поблагодарили. Я очень надеюсь, что вы там это заочно сделаете. Ну и такой бесснежный нам всем зимы, ну или малоснежный, на дорогах. Пусть в полях и в лесах снег лежит, на дорогах пусть его не будет. Ну вот, собственно, спасибо за терпение еще раз. Отдельно хочу отметить, вы сказали трудности, временные трудности. Временные, безусловно. Да, большое спасибо еще раз за беседу. Будем ждать вас снова у нас в студии. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!